Здравствуйте, господа! Сегодня начинаем наш вебинар, который посвящен ответам на большие вопросы. Называется он «Краткие ответы на большие вопросы. Стрим из Атерика. 1 декабря 2023 года». Меня зовут Андрей Дуйко. Я сразу хочу перед вами, может быть, даже извиниться. Возможно, те ответы, которые я даю, не всегда вам нравятся, но знаете, очень часто горькая ложь – это лучше, чем сладкая, горькая правда, вернее, лучше, чем сладкая ложь. Именно поэтому иногда могу чуть-чуть перегибать палку и так далее. Вы же понимаете, я как раз из тех людей, которые готов говорить правду и не готов не говорить то, что вам хочется услышать. Итак, Марина Ващенко, Маргарита, Маргарита Ващенко, уважаемый Андрей Андреевич, смотрю каждый вебинар, познакомила с вами своих подруг. Спасибо! Спасибо! Ваши практики действуют. Хорошо! Вопрос, да, я слушаю. Что делать? Мне жаль людей. Почему? Я все продаю дешевле, чем другие. Если бы вам было жаль людей, то вы бы отдавали бесплатно. А то, что вы продаете дешевле, не называется тем, что вы… Вы себе это объясняете. На самом деле, это ошибка ваша. Она заключается вот в чем. Особенность бизнеса заключается не в том, чтобы продать, а в том, чтобы продать дороже, чем все остальные. В этом особенность хорошего бизнесмена. Почему дороже человек может продать? Человек может продать дороже, потому что он эксперт. И к нему относятся, как к эксперту. Таким образом, он может рассказать лучше о своем товаре, представить его лучшее, купить лучший товар или изготовить лучший товар. То есть, предоставить лучшую услугу на своем рынке. А когда вы говорите, мне жалко, и я людям отдаю дешевле. Нет-нет, вам не жалко людей. Если было бы жалко, вы бы бесплатно отдавали. Вот если вы разделите, скажите себе, я зарабатываю деньги на том, что я дорого продаю. А там мне лишь бы продать, это не тема, правда. Вообще, бизнес-культура, она как раз и связана с тем, чтобы продать не как все подешевле. В этом-то и особенность. Продать подешевле может каждый. А вот попробуй продать как можно дороже. И сделать так, чтобы у тебя купили. И сделать так, чтобы потом, когда узнают, что есть дешевле, не хотели купить там, где дешевле. И сделать так, чтобы именно у тебя покупали и дальше твое дорогое. Это и есть вот культура настоящего бизнеса. За что покупают? Очень часто платят за экспертность. А то, что вам хочется продавать дешевле, и вы попались на манипуляции другого человека. Ну, так тоже бывает. Берегите себя от манипуляций. Не разрешайте другим людям манипулировать вашими чувствами. Всегда говорите так людям. Говорите, мой товар предназначен для тех людей, которые могут или имеют возможность его приобрести. Бесплатно я его могла бы уже и так отдать. А если жалеете кого-то очень сильно, то возле церкви есть очень много людей. В субботу, воскресенье идете и подаете. Итак, Неля Бармина. Здравствуйте, Андрей Андрей. Я вообще читаю мантры, коды, делаю вымаливания, делаю обряды, которые вы рекомендовали. Но все стоит на месте. Никакое дело не продвигается, что делать не знаю. Одна из... Вообще очень много особенностей в этом всем является. Итак, для того, чтобы хорошо делать бизнес, необходимо знать несколько условий. Первый. Экспертность. Почему? Как правило, экспертность позволяет вам либо хорошо преподавать это, продавать товар, либо хорошо его преподносить, либо хорошо его выставить, либо быть первым где-то. Второе. Всегда помните, что есть тысячи точно таких же людей, как вы, которые хотят такой товар продавать. Тысячи. А может и десятки. А если мировые продажи, то сотни тысяч. И вы должны задать себе вопрос, чем вы лучше их? Как, в чем вы лучше, как вы лучше себя преподносите и так далее. А как правило, обычно у нас бывает так. Человек не рассматривает эти вопросы. То есть он на фоне конкуренции находится в самом низу. И думает, что он может лучше, допустим, преподносить или лучше продавать свой товар и так далее. Вы знаете, что это целая наука правильно преподносить свои видео, правильно преподносить свой товар, правильно раскручивать инстаграм страницу, правильно продавать телеграм-канали, правильно вести человека, правильно человека консультировать, правильно преподносить, правильно фотографировать и так далее. Это все наука. А когда человек говорит, я сделал сайт, вот я решил буду продавать картинки. И тут такой вопрос, такие картинки еще кто-то продает? Да. Тогда чем вы лучше этих людей? Тогда может этот товар не продается? Тогда как сделать, чтобы продавался? Нужно быть экспертом, нужно получать знания, нужно обучаться в этом. А читать мантры и ждать, когда с неба что-то упадет? Да, так тоже бывает, но тогда вы просто думаете, что человек может привлечь через то, что он хочет. Как человек сам себе закрывает? Несколько элементов, как мы закрываем себе потоки или возможные потоки привлечения в нашу жизнь денег. Первое. Это принцип корней или принцип деревьев. Смотрите, помните, я когда-то рассказывал, деньги текут туда, куда течет любовь. То есть по идее, как это выглядит, если нас кто-то гипотетически начинает любить, то тогда в нашу сторону начинают течь деньги. Тогда кто рядом с нами живет? Дальше. Семья. То есть люди, которые находятся с нами под одной крышей. Это могут быть наши сожители, это могут быть наши жены и мужья, это могут быть наши дети, нами нелюбимые свекрови и тещи и даже собаки. И вот среди этих людей есть люди, с которыми вы спите, с которыми вы по крови связаны. Если эти люди на вас обижаются, то не имеет значения, сколько хорошего вы сделаете в мире для людей, которые будут вас любить и в вашу сторону направлять деньги, к вам ничего не поступит. Потому что самый главный камень, который находится ближе всех к вам, он является самым важным камнем и является вентилятором. Вообще хочу дать вам совет. Те люди, которые рядом с вами живут, они могут обижаться, они могут вас злить, они могут нервничать по отношению к вам, вы их можете бесить. Сделайте все для того, чтобы эти люди начали вас любить. Сделайте все для того, хвалите их, говорите, какие они обалденные. Говорите, если они обижаются, да точно я это сделала, прости меня за это. Говорите им, как они хорошо выглядят и что они хорошо выглядят и что они хороши. И так повезло с этими людьми, какие они молодцы, что у них все в жизни получается. И как хорошо, что удалось с ними вообще жить совместно и так далее. Это все будет включать любовь в вашу сторону. Делайте что-то для них, пирог, детькам конфетики, там кого-то за ножку, там погладьте кого-нибудь. Помните, что самые близкие это свастика, гонопати. Они есть чакры гамати, они привлекают в вашу жизнь деньги. Помните эту идею? Я еще раз хочу сказать. Люди, которые живут с вами под одной крышей, они есть те вентиляторы, которые очень мощно привлекают в вашу жизнь деньги. Попробуйте проверить меня. Я не говорю, да, все ерунда. Так делайте, как я говорю. Проверьте, потом не получится, плюньте мне, как в Одессе говорят, в морду. Я хочу вам сказать, что это очень эффективные способы. А у нас, как бывает, мы скривленные лица имеем, у нас кислые лица, мы всех ненавидим, нам всегда плохо. Это можно объяснить, но им от этого не легче. Мы имеем претензии к этим людям, оскорбляем их, постоянно говорят, а ты такой, ты такой, да что такое, ты воняешь, ты чавкаешь, да вы тут замахали, вы все время на меня, а я высокая духовная и так далее. Это все приводит к тому, что люди начинают вас не любить, особенно близко находящиеся к вам. И они запирают то, что называется потоки денег. Вторая тема. Деньги, они формируются на фоне добра, правды, еще раз хочу сказать. Энергия денег, это энергия, которая возникает в случае, если у человека появляется ощущение внутренней радости. В тот момент, когда он видит дорогие вещи, когда он видит чей-то успех, когда он видит чье-то счастье, которое связано с материальным миром, если в этот момент человек умудряется восхищаться, радоваться, он таким образом привлекает деньги. Третье. С нами происходит то, что мы чувствуем. Чем больше прекрасных чувств здесь, тем больше будет всего остального. Дальше. А теперь ответы. Почему читаю мантры, делаю вымаливание и нет денег? Потому что вы хотите деньги зарабатывать так, как вам хочется. А вам необходимо отпустить и сказать, там мне все равно, как они придут. Буду дальше читать. Вот если вы не будете, а как же я их заработаю? Не думайте о слове как. Иногда наши порывы чувств, наши энергетические желания, когда мы, вот как обычно это происходит, человек говорит, я хочу, чтобы мой магазин продавал на 1000 долларов в месяц, на 1000 долларов в месяц и читает мантры. А он продает на 300. Он говорит, да все равно, буду читать мантры, продает, не продает. И после этого у него может появиться бизнес какой? Подруга может предложить. Телеграм-канал откройте, там с вышивкой какой-то будет получаться. Придет идея, что надо книги покупать и продавать, или там ароматические масла покупать, фасовать и продавать, там палочки ароматические делать, или бронзовые статуэтки продавать, там делать какие-то соусы продавать, там и так далее. И у вас это придет, вы как бы сделаете, попробуете друзей собрать, друзьям попробуете это презентовать и увидите, как начнут к вам эти деньги. И в магазине будут идти. То есть очень часто мы ориентированы на чем-то одном. И мы даже гипотетически не можем подпустить, потому что наши, а как же это будет, мешают нам. А как вас не должно беспокоить? Поверьте, если Богу вручить вожжи вашей жизни в руки, и сказать, вези меня, только делай так, чтобы я была или был абсолютно счастливым и богатым, то у вас будет больше шансов. Потому что вы думаете, а я все знаю, а я знаю как и так далее. И читайте мантры, думая, что только так должно быть. Не думайте так. Весь мир в труху. Пусть у вас будет то, что создаст для вас Бог. Поверьте, для счастья нужно или достаточно иногда переложить ответственность за свою жизнь и за свои события жизни на плечи божественной энергии. Поэтому читая, не думайте о том, как вы получите и что вам принесет. Просто живите и наслаживайте. Благодарю. Я ваше благо забираю. Хотя оно мне не надо. Да не надо мне ваше благо. Никогда не говорите благодарю. Смотрите, когда человек говорит благодарю, то он фактически говорит следующие слова. «Я отдаю тебе свои блага». А такой человек, как я, который знает, как у человека забрать энергетически все из жизни, может забрать благо. Он достаточно ему сказать «Хорошо, я твои блага забираю». И после этого человек сам отдал? Сам. Я не заставлял? Нет. Дарил? Дарил. Ну все мое. После этого я могу запечатать и забрать. И до конца жизни благов не будет. Только те, которые есть. На этом все закончится. А что же говорить? Да что хотите говорите, только это не говорите. Особенно таким, как я. Они же заберут. Катя Матюшина. Ну вас не заберу, я не хочу. Мне ваше благо не надо, у вас там все равно ничего нет. Это если бы не благодарю, сказал там президент страны какой-нибудь, я бы сказал «Хорошо, я заберу». Катя Матюшина. Здравствуйте, Андрей Ильич. Подскажите практики на избавление от большой массы тела. Как перестать заедать и убрать тяга к сладкому? Это все связано с нарушением циркадных ритмов. Как правило, именно циркадные ритмы – это те ритмы, которые управляют засыпанием человека. Как это все происходит? Когда человек ложится спать, как правило, у человека есть определенные ритмы тела, когда у человека включается дефекация или выделение желчи в утренние часы, что приводит к дефекации. Когда человек в вечернее время должен ложиться спать, и у него должна быть такой синдром усталости, ощущение, что он хочет перейти ко сну, а не адреналин, который накопился на протяжении дня. И в ночное время, как правило, наша мозговая деятельность восстанавливается, и мозг наш – это как большая митохондрия. А митохондрия – это то, что питается глюкозой. И вот вы должны знать, что ночью, когда вы засыпаете, есть определенное время, когда мозг должен получить питание. И это питание мозг обязательно получит, ему все равно как. Если человек бодрствует, то он это питание получит через пищевой тракт или пищеварительный тракт, забирая глюкозу из крови. И оно, если вы спите в это время, то он точно так же будет забирать глюкозу из крови, и вы будете худеть. Поэтому люди, которые вовремя ложатся спать, люди, которые… Вот если вы хотите кушать по вечерам очень сильно и заедаете очень поздно ложась, это говорит о том, что засеките время, когда больше всего вам хочется есть. И на следующий день, до этого времени, за час ложитесь уже спать. Также препарат, восстанавливающий циркадные ритмы, называется мелатонин. Принимайте самую низкую дозировку в тот момент, когда вы не хотите спать, но вам нужно лечь, как научил Дуйко. Ложитесь время, в это время выпивайте одну таблетку мелатонина и будете спать. А, эзотерические способы. Есть специальный семинар, я его записал, называется «Эзотерические способы похудеть». Покупайте, проходите там 100 способов или 1000. Светлана Ильина. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ваши платные шумы работают. Вопрос, получится ли у меня выпускать аудиокниги Amazon? Какое направление мне выбрать, детские болезни или психология? Смотрите, я уже сегодня об этом говорил, еще раз хочу сказать. Вы сейчас выйдите в Amazon и захотите продавать книги, аудиокниги или еще какие-либо книги. И сразу же у меня такой вопрос. А вы знаете, что, скорее всего, точно таких же людей, как вы, из аудитории Рунета, приблизительно еще миллион человек, которые уже выпустили книги, которые называются аудиокниги и детские болезни, и по психологии. Поверьте мне, их там бесчисленное количество. И здесь сразу же такой вопрос. Скажите, чем вы лучше? И вы тут же мне скажете, но у них же получается, да. И здесь нужно поработать вот над чем. Нужно поработать не столько над чем выпускать или что выпускать, а над тем, чтобы изучить тему или купить такие курсы, или, возможно, бесплатно посмотреть курсы успешных людей, которые выкладывают книги, посмотреть, сколько книг у них на канале, как они их оформляют, могут ли быть книги с вами конкурентно способными, о чем пишут. Вероятно, там можно сделать в WordState, посмотреть, есть ли это и в какой стране это больше всего востребовано, по каким поисковым запросам там, что делать матери, допустим, может быть поисковой запрос, или там как воспитать хорошего ребенка, или почему ребенок не спит, и посмотреть, какие поисковые запросы самые высокие, или там есть Google Тренды, опять-таки пользоваться WordState нужно уметь, для этого необходимо обучение, или Google Трендами тоже необходимо обучение, ну и человек, который пробует это все делать, он думает, я выпущу книжку, и после этого ее будут покупать. Это не так, потому что очень много есть нюансов, есть продвижение, есть специальное описание, есть установка ключевых слов, есть, и там одна из особенностей звучит так, у меня есть человек, который занимается этим профессионально около 20 лет, он берет детские книжки, которые когда-либо выпускались в СССР, после этого переводит их на английский язык, и выпускает их, у него очень большой магазин детских аудиокниг, сам пишет, сейчас еще GPT-чат пишет и так далее, и выпускает эти аудиокниги, у него очень красивый голос, у него все очень хорошо, музыку накладывает и так далее, и он говорит, что начались первые продажи, когда было выложено не менее 100 книг, не менее, вот 100 книг выложил, потом по одной начали покупать, а уже через 6 лет доход вырос, он говорил, вот у меня там около 1000 книг выложено, мой доход в месяц, с учетом того, что я раз в неделю обязательно обновляю контент, и там приветствую, вкладываю в рекламу, достигает приблизительно до 4000 долларов, при этом на него работает сейчас 2 человека, это его дети, которые помогают ему в этом, что вам хочу сказать, это сложный бизнес, готовы к этому? Вперед! Влад, здравствуйте, уважаемый Андрей Ильич, подскажите понять, что правда, что нет, а как понять, что человек врет? у человека у каждого есть правда, и у человека у каждого правда своя, всегда, если человек перед вами начинает что-то говорить, и у вас начинает подниматься эмоция, и вас прямо аж трясет, вы так хотите, можете на 100% знать, что это все абсолютная ерунда, это абсолютная ложь, почему? Обычные рассказы человека, которые не вызывают эмоции, обычно настоящие, кому интересно сегодня мой день, сегодня я ездил в бутик, где с человеком сидел, где с человеком сидел, и мне человек рассказывал на протяжении двух часов, как он оценивает книги, он знаменитый букинист, у него оценщик книг и так далее, и предлагал мне книги, я их смотрел, фолианты, я занимаюсь давно таким, можно сказать, бизнесом, и когда я с этим человеком общался, очень много интересных тем, мы о латыни говорили, о том, как у нас есть общество санскрита в Киеве, и общество людей, которые собирают вот такие книги, обсуждают эти книги и так далее, вот как бы сегодня об этом говорили, интересный человек, очень-очень образованный, начитанный, такой очень-очень яркий, известный, в Википедии есть, я вот с ним, когда сегодня общался, два часа, нам было интересно, мы обсуждали, вот у него есть книги, которые были выпущены в Санкт-Петербурге в 1801 году, это 70 экземпляров Кобзаря, и у него первые, по-моему, там четвертые, там тридцатые или двадцатые выпуски, я сегодня это держал в руках, очень это было интересно, так прикоснуться к этой истории, также там интересная такая литература и так далее. Кому это интересно, что я сейчас рассказываю? Кому это интересно? Вот смотрите, вторая история. Вот сегодня я как ехал, и вообще забегаю, человек, он вообще у него весь в украшениях, такой, как царь вышел передо мной, руку поставил, говорит, аллилуйя, и вот так начал щелкать пальцем, и там вот так щелкнет, и человек раз упал, второй щелкнул, раз упал, потом глазом, как посмотрел этот человек, оцепенел, я смотрю на него и дрожу, и говорит мне, можешь купить у меня жемчужину, от нее будет огромная сила, я, говорит, у меня уже есть такая жемчужина, и я такую жемчужину продаю, когда-то в Японии купил, купил у меня такую жемчужину за 10 тысяч долларов, и я думаю, нет, я сам скорее всего такую жемчужину не смогу потянуть, кто хочет со мной, ну давайте со мной купим, блин, ты представляешь, возьмем ты и я жемчужину, положим ее где-нибудь вдвоем, и будем вот так на что угодно смотреть, и люди будут нам подчиняться, аааа, классно, скажи, где правда, там где скучно, и там где ничего не тулят, это и есть правда, когда у вас возникает состояние эмоции, когда возникает состояние яркой эмоции, всегда можете знать, что там приукрасили, приврали, и скорее всего, если вам, если человек пришел и говорит, вот у меня хороший бизнес, и ты можешь вложить, так говорите сразу же, да свидос, только осталось занять ему денег, даже продолжать не нужно, я понимаю ваши разочарования, почему, разочарования, они связаны с тем, что вы сами не хотите работать, этим предпринимать, и ищите того, кто может взять ваши деньги и приумножить, зачем мне брать ваши деньги, если есть, у меня есть 100 рублей, я вложил 100 рублей, после этого я эти деньги потратил, получил деньги, из этих денег есть доход, вложил деньги, получил деньги, и все, если у меня успешный, процветающий бизнес, то он и останется успешно процветает, зачем мне туда деньги, я же мосты строю для кого-то, нет, нет, мы недостаточно просто понимаем, что такое ведение бизнеса, очень часто, поэтому какие книги выбрать, вы точно знаете, детские болезни выбирать, как понять, что правда, что нет, ответил, если есть манипуляция эмоций, то тогда неправда, если манипуляции эмоций нет, то тогда правда, человек, вообще, одна из тайн человеческого происхождения людей, она заключается вот в чем, как мне открыли эту тайну, я могу рассказать, многие люди могут верить в ченнелинг, многие люди могут не верить в ченнелинг, я могу сказать, что возможно это, ну знаете, не доказать, не опровергнуть невозможно, с кем там общаются люди, есть ли это, для меня это мир целый, существующий, и в свое время у меня получалось общаться напрямую, ну получается периодически общаться с теми силами, которые называют себя высшими силами, и вот я говорю этим высшим силам, я говорю, почему вы не помогаете, они мне говорят, как ты думаешь, у нас есть возможности все запросто делать, то есть мы можем все изменить на земле, запросто изменить все в своей, и мы не нуждаемся, не нуждаемся ни в пище, ни в людях, ни в чем, а в чем нуждаетесь, нуждаемся в свете, но люди этот свет не дают, но мы смотрим за порядком, потому что одна из наших миссий, чтобы был порядок, порядок мы за ним смотрим, и караем, если этот беспорядок происходит, я говорю, почему вы людям не помогаете, они мне говорят, люди, они всех эксплуатируют, если человеку разрешить, общаться с высшими силами, то человек не будет спрашивать, о том, как будут жить люди через сто лет, ему рано или поздно, будет неинтересно, человеку будет интересно, эксплуатировать эти силы, то есть человеку интересно, сделайте так, чтобы все мне подчинялись, сделайте так, чтобы у меня было много денег, сделайте так, чтобы мне было лучше, сделайте так, чтобы я не болел, а высшим силам это не нужно, они говорят, зачем нам садить себе на шею для нас ненужное существо, если мы сами никого не эксплуатируем, а люди эксплуатируют, поэтому общаться с ними нереально, они говорят, нам неинтересно, вот точно так же, как нам, допустим, неинтересно, иногда неинтересно кому-то помогать, знаете, люди вообще так устроены, человек, который находится дома, он еще там, готов как-то там, целоваться, обниматься, делать что-то безвозмездное, но очень часто, человек, который выходит на улицу, и у него задача заработать что-то, там, улучшить комфорт в семье, там, что-либо купить, то у него есть желание, либо самому продать себя в эксплуатацию, либо эксплуатировать кого-то, ну и так мир устроен, знаете, мы люди, мы эксплуатируем, юзаем и эту землю, и животный мир, и друг друга, и людей, которые есть вокруг, мы так устроены, ничего в этом нельзя, это одно из условий, и нужно с этим условием смириться. Здрасте, получится ли, наконец, у нас с мужем довести сделку до конца? Скорее всего, да. Да, да, скорее всего, да, будет еще очень много моментов сложных. Чуть-чуть выдумки. У вас, вот я смотрю, чуть-чуть выдумки, вот, очень много, очень много намечтали, и очень много выдумали. Вот, если бы вот это намечтали, выдумали, убрать, то сделка бы состоялась. Так, намечтали, выдумали, придумали, додумали, так, неприятно это. Кассандра. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Пытаюсь продать дом, и делаю, как вы учите, пока не получается, когда смогу продать дом, когда смогу продать дом продадите дом скорее всего на следующий год уже к марту месяца восхищайтесь дом ой какие красивые это ой какое красивое это возможно цена завышена кого людмила меня сын сегодня просто послал я в шоке как же и дальше и зачем запомните мои слова которые я вам сегодня скажу их будет несколько первые слова нравится вам жить не нравится вам жить вы все равно эту жизнь проживете от самого ее начала до самого ее конца ушел сын не ушел сын послал сын не послал сын все равно жизнь продолжит второе есть любовь любовь к сыну она ни за что это как знаете там ребенок может там грудь укусить но мы же его любим когда вскармливаем или ребенок может посуду разбить но мы же любим а есть эмоция когда ребенок там плохо учится в школе и там пишет какое-нибудь слово на английском языке и вновь делает какие-то ошибки не может ничего вспомнить не может решить самый примитивный пример вы начинаете на него беситься орать и в этот момент скажите вы любите его или нет ответ есть да любите почему никогда не путайте чувство любви с эмоциями мудрость и духовность заключается вот в чем человек не должен никогда менять свои чувства на эмоции и то что с вами произошло это эмоции просто вызваны до чем угодно плохо себя чувствует гипертония может быть там сахар упал вырос сахар неприятности которых не могут попа болит там женщины давно не было наоборот женщина ему мешает или еще что-то неприятности о которых он вам не может сказать голова болит на фоне при меняющей погоды вы тоже себя не видеть у вас может быть лицо кислое было из-за того что там щитовидка болит горло болит там плохо встали плох плохое влияние планеты так далее ну и саша нашла коса на камень у вас перекривленное лицо ему не понравилась еда вот друг другу там и нахамили а вы уже раздуваете а зачем она вам и вы уже вот зачем не жить причем тут это кто отменил любовь вы его что перестали любить или вы считаете что из-за того что он сказал там что-то он вас перестал любить не путайте эмоции и слова сказанные впустую с чувствами которые никогда нельзя разменивать вы ведете себя как предатели любите любите и всегда помните что любовь это чувство никогда ни при каких условиях не разменивайте чувства на любые эмоции моя мама мне так часто говорила всего и там это не так и так не так и ты такой и все там близкие тоже это говорили но я переходил это все почему это важнее почему моя мамочка моя любимая моя солнышко мой зачек мои пальчики мои ручечки мои волосики мои щечки мои ножички и там и так далее и все остальное что она говорила мне не важно и я и говорил и она точно так же относится и всяко было поэтому смотрите когда в человеке живут эмоции когда эмоции начинают человек говорит о я что такое подселение что такое бесы бесы это ваши эмоции вот когда ваша эмоция заставила вас придать чувство любви к ребенку и там поселился бес который называется ненавидите зачем мне жить то этот бес имеет название это вельзевул как раз он и делает все для того чтобы у человека появилось первое разочарование второе ненависть и третье нежелание жить все в вас идентифицируется бес который называется вельзевул по классу бесов 3 вы с ним познакомились что заставила вас без в лес разругал вас и вы начали нервничать но есть одно качество это любовь они иисус христос говорил о ней говорится во всех книгах не разменивайте такую любовь не разменивайте чувство матери к ребенку и всегда помните что несмотря ни на что то чувство которое у него есть его тоже эмоциями нельзя никогда залепить она все равно будет и она все равно будет жить как мать обожает своего ребенка как ребенок обожает свою мать это чувство которые приближают человека к высокой духовности никогда этого не теряйте лида бостона как ты дождем вашего винта сива ребята я не отвечаю в инстаграм не на какие вопросы переходите в youtube трансляции идет в ю тубе все только там поэтому ссори ссори планируем ехать на заработке семью и сын 9 класса очень переживает ехать нет будет очень очень сложно и разочарование будет сумасшедший нет не надо их галина борисенко здрасте андрей всем мира отлично игорь лакутин я всех присутствующих наталья анжена надо ли участвовать в обряды провода голодных духов женщины старше 70 лет да если есть возможности не проходили этот обряд то участвовать нужно пожалуйста будет у меня новая работа не связанная с медициной до нового года не будет это и будет я ученик первое обновленное хотела бы задать когда я начну работать водителем такси в израиле спасибо заранее за ответ аж на следующий год будете работать в этом году ну даже не быстро но будете да 20 л как вылечить царя с на лице появился после маминого ухода и три года было между смертью и жизнью но что вы хотите сейчас чтобы провел лекцию как царя с лечить есть эти лекции я их по здоровью читаю во вторник задайте этот вопрос на моем вебинаре по здоровью во вторник я с удовольствием вам расскажу екатерина иван иванцова если у меня способности к ясновидению лечению получится если этим заниматься получится не могу понять какой сфере реализовать да ладно до сих пор не можете вот это да ирина скорпевницкого прошлой ступени могу ли я эзотерически повлиять на мужа чтобы исчезли головной боли прикладывайте руки на голову убираете вот так лицо и говорите и чувствуете доброту по отношению к его как будто он маленький ребенок и все и быть но у него головные боли связаны с отитом внутреннего уха вам необходим левофлоксацин 1 таблетка левофлоксацина растворите в ложке воды одна утром одна вечером через неделю вот этой боли в голове у него больше не будет с вас одида ольга васильева праздник всегда когда с вами общая вам спасибо скажите пожалуйста будет у меня скоро материальный подъем нет почему он должен быть олечка что вы изменили в себе для того чтобы у вас был материальный подъем вы больше начали обучаться или больше предпринимать или больше открывать или больше или вы в чем-то становитесь экспертом и уже считаете себя экспертом в чем ваша особенность в чем вообще люди в чем ваша особенность смотрите есть такое понятие которое называется энергия очень часто есть такие дети у которых нет энергии вот есть семья и в этой семье нет энергии у детей дети такие вялые у них никогда нет энергии у них всегда плохое настроение у них никогда не бывает там внутреннего счастья и так далее с чем это связано смотрите нужно помнить существует определенная индийская притча где говорится о дереве и корнях этого дерева они кстати даже оша пружниш когда-то рассказывал но он там по-своему а я ее по-своему расскажу итак в индийской философии которая связана с саманом или сuit панишадами первых четырех книгах есть определенная притча где говорится о том что часто очень человека делали часто очень человек воспринимает себя как просто человек и в этом он ошибается и там говорится о том что когда человек рождается как человек Если человек рождается и не обращает внимания ни на мать, ни на отца, ни на бабушку, ни на дедушку, ни на богов, ни на кого, то он оказывается человеком, который не имеет энергии. То есть он, как это блокируется все, смотрите, говорится так, человек это прообраз дерева и корней, те кто умер, это корни, которые находятся в земле, те кто жив, находятся в виде ствола дерева, верхние части ветви это молодежь, а ягоды это девочки, которые должны выйти замуж, или мальчики, которые должны создать новую семью, а высшие силы хватают эти ягодки, кому-то их там отдают, переносят на другие деревья и так далее. И вот прообраз вот таких деревьев, он очень важен для эзотериков, которые занимаются эзотерикой, почему? Если в семье всех внутренне нереально обожать, нереально прямо, аж садиться и выполнять такую медитацию, ой, как я люблю свою маму, ой, какая она классная, ну тут же такие вопросы, как же ее можно любить, она плохая и так далее. Говорите себе, я принимаю все, что она сделала, все, что она сказала и принимаю на сто лет вперед, что она сделает, что она скажет, я ее все равно, все равно обожаю. И в это надо поверить. А еще, простите всех, кто с вами жил, простите всех, кто с вами живет и обожайте их. Если муж с женой живущий, если он начинает обожать тещу, тогда он корень этот, обожать родственников. Смотрите, вы живете, там папа был плохой, мама, вы не знаете, изнасиловали, убили, там убийцы, там бандиты или еще кто, не имеет значения. Скажите, да, возможно это было, но я прощаю, для меня они были самые лучшие, это были мои короли. Моя прапрабабушка королева, мои прапрадедушки короли, а я их обожаю, они были мои золотые хорошенькие, мои зайчики. Берете руки, так сказываете и делаете свое дерево, говорите, все мои предки, мои самые любимые, мамочки, папочки, дедушки, бабушки. Потом переходите к своим и говорите, мой сыночек, который живет со мной, ты мое солнце, ты моя ласка, моя жена самая любимая, мои детки, и эта девочка моя любимая, и эта любимая, и сыночек мой любимый. И в лобик тебя целую, и ручки твои, пусть все получается. И жену свою целую, и тещу целую свою, и в ручки, и в ножки, и в щечки. И целую всех, кто, как я только знаю, и мамочку свою, и ту, которая до нее была ее мамочку, целую, хоть и умершая, и ее поколение и левое, и правое, и мальчиков, и мужчин, и мужей, всех. И сестер всех своих, и братьев, мои зайчики, я вас обожаю. И вот сижу, и после этого я так, ай, как приятно, маха-бхага, бхага-татсат. И создаю ощущение нереальной, нереальной, нереального обожания. Нереального обожания Махи Шива Шанкары. То есть я создаю вот это состояние, которое обожание своего дерева. Если я делаю так один раз в день, один раз в месяц, то все дети хорошо учатся. Дети бросают принимать алкоголь, бросают принимать наркотики. У всех все получается. Все устраиваются на работе. У всех все офигенно. Скажите, это сложно? Да, это легко. Что вы ковыряетесь вечно, что-то ищете. Кто-то влияет, кто-то там... Это же все примитивно. Нужно вернуться к своему дереву и обожать всех, кто живет с тобой под одной крышей. Как сделать так, чтобы мужчина работала, чтобы женщина... Вот смотрите, как это все выглядит. Если вы мужчина и лежите в кровати, и заходит жена, запомните мои слова. Нравится она вам, не нравится. Плохо выглядит, неплохо, не имеет никакого значения. Вы с ней живете. Вы должны знать, что семья это йога гвоздей. Йог стоит на гвоздях, чтобы стать лучше. Человек живет с теми, с кем он живет, для того, чтобы стать лучше. На гвоздях, пока вы напрягаетесь, вам больно. Точно так же и в семье. Пока вы напрягаетесь, вам больно. Расслабьтесь и примите. Махните рукой. Пусть будет, как будет. После этого, если вы мужчина, сидите там где-то или еще что-то, и видите свою женщину. Она раздевается и находится в белье перед вами. Скажи, боже, я же не замечал, какая же ты красивая. Ты так похорошела. Боже, как же я уже, куда я вообще смотрел. Ой, как и белье такое красивое. Какая же ты красивая. И мне так нравится. И такие щечки родные. И ножки родные. И глазки любимые. И так, боже, что ж такое. Как же ж ты так похорошела. А я вот с работой, с работой все не смог. Вот, прости меня. Я так часто этого не вижу. Та-да. Это слова. Они сделают больше 100 дней воспитательных процессов. На следующий день будет лучше белье. И девочка или женщина будет лучше выглядеть. Но вы даже не сомневайтесь. Теперь у вас, наконец, будет интим. И одного какого-то мальчика увидел. Он говорит, вот попробуйте не спать со своей женой. А потом, посмотрите, хочет она вас или нет. Вот если не хочет, значит она вас не любит. Мальчик заблуждается. Почему? Потому что и для мужчины, и для женщины. Интимные отношения должны быть праздником. А что такое интимные отношения? И что такое праздник? Праздник. Как он может быть, если с вечера начинается что-нибудь придумаю? Женщина, допустим, не так выглядишь, не так пахнешь. Ты такой тупой, сколько можно. Вечно ты ничего не хочешь, сколько можно. Да задолбал уже. Да вечно ты какой-то. И к этим лезешь. Или он там. Губы не такие жирные. Свинья. Пошла ты. Пошел ты. Нах, был. И потом в постели что? Что? В постели что должно произойти? Рождение свиноматки? Что должно произойти? И что-то происходит? Если что-то происходит, то в этот момент на небесах ангелы плачут. Если в этот момент что-то происходит. Они прямо сидят и рыдают, вот в круг становятся и говорят, аааа, зачем? Зачем себя делать бесчеловечным человеком? Становиться животным? Что это? А что нужно делать? Так, нужно делать праздник. А что подразумевает праздник? Это цимбал и арфу? Или там, или петь песни? Нет, праздник это хорошее отношение. Праздник это те слова, которые вы говорите на праздник. Вот вспомните, что вы там бухнули сто грамм и говорите, желаю тебе красоты, ты самая красивая. Мои глаза не видели такой красоты. Сделайте женщине или мужчине праздник. Говорите, ой, такой хороший. Я так давно думала о том, и ты так много делаешь, и ты теплый. Мне так повезло с тобой. Такой молодец. И вот это у тебя получается. И это там, ну бывает, а что ж там. Или он там говорит, ну знаете, вот это праздник. Не помажешь, не поедешь. Поэтому нужно, а это самое основное. Вот если в постели, если постель начинается с теплых слов, с чего надо начинать интимные отношения? Выключив свет, нужно говорить о тепле друг к другу. И там, ты моя особенная, ты самая хорошая, ты самая теплая, ты самая любимая. И такие ручки, и ножки, и пальчики мои, и глазки. И я тебя обниму, и ты мое солнышко, и давай я тебя поглажу. А как же мне повезло с этой женщиной, или с этим мужчиной. Надо же, и мой хороший, и мой золотой, и мой теплый. И там, ох, как же я счастлива, и хорошо, что ты есть. И хорошо, и вот так же вообще. И после этого еще, как понравилось, как же хорошо, и такая умница. И как же у нас все хорошо получается. Вот, в этот момент ангелы аплодируют. Они говорят, молюдец, молюдец. Люди настолько дикие. А как обычно. Выключают свет и начинают. До этого там, ты толстая, ты грязный, ты вонючая. Волосы воняют, волосы выпадают, лысые там. Чума, там, тап, пошел ты, там, тап, ты там вообще дурак и так далее. После этого вечером, все, я уже обиделся, пошла ты, пошел ты. Какие деньги? Где возьмут деньги? Где будут деньги, братство? После этого мальчик говорит, вот, если она потом не хочет со мной спать, и вот, значит, это не любовь. Бровь, конечно, она что, свиноматка? Она должна лечь ее, забыть все, что было сказано для этого, всей гадости, и после этого расслабиться, и что? Исполнить свою миссию какую? Миссию потом родить ребенка? Ради чего? Для кого? Для человека, который оскорбляет ее, а она родит ребенка еще и ребенка? Ради чего? Я когда думаю, я о людях не люблю разговаривать. Потом о людях начинаешь говорить, хочется спрятаться и плакать. Скажите, как мне остаться без своего дома? Крова, которая отберет насильственно человек, который не имеет никакого вклада в его имущество. А я ради детей составила имущество. Никаких возможностей нет. У вас никаких возможностей нет это сделать. Обязательно берите свечу, сжигайте его, что он забирает этот дом, и у вас что-то получится. Чуть-чуть. А так, сейчас я вас просматриваю никак. Хоть возмущаетесь, хоть страдаете, хоть что угодно делаете. Хотите правду. Вот она такая. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Дочери 35, 15 лет с мужчиной. Не получается, сейчас в отношения буду, дети буду, да. Подскажите, как эзотеристику увеличить везение и фортуну? Вот то, что я сейчас рассказывал, это увеличивает везение и фортуну. Чем больше восхищения, тем больше везения. Чем больше радости в жизни, тем больше везения. Для того, чтобы везение было, утром просыпайтесь и говорите себе. Ах, как же мне нравится. И придумайте 100 вещей, которые вам нравятся. Нравится человек, который рядом с вами спит. Нравится, что вы умываетесь. Нравится, что вы идете. И погода такая нравится, как погода изменяется. Нравится, еще что-то. Почему ароматические палочки зажигают? Потому что нравится их запах. А если зажигать и не чувствовать, тогда зачем их зажигать? Почему человек пользуется парфюмерией? Почему? Потому что нравится запах. А зачем? Чтобы нравилось. Нравилась что? Жизнь. Чем больше в жизни вам чего-то нравится, тем приятнее жизнь. Тогда эта формула, которая звучит так. Увеличь количество того, что тебе в жизни нравится. Фактически Бог будет давать тебе то, или увеличивать то, что тебе еще больше будет нравиться. Та-дам! А страдания. Ненавидь то, что тебе не нравится. Допустим, мужчины. Да зачем эти мужчины? Мне там все эти мужчины-то. Ненавидь то, что тебе не нравится. И никогда возможности жить счастливо с тем, что тебе не нравится, не будет. А когда засыпаете, обычно говорите такие слова. Ах, да чего же сегодня был прекрасный день. Он мне очень понравился. Вот таким образом. Да это так. Шановные учители, че вартомы не приезжаты из работы на иншуз в Немеччиню? Дякую вам. Едьте в Норвегию. У вас получится обалденно. А в Немеччину не дуже. Поскажите, найдет ли муж работу? Да. Найдет, но так себе. Андрей Андреевич, вы великолепны. Столько эмоций, столько света эмоций. Мне очень нравится ваш совет мужчинам. Класс. Такие мудрые. Такие же мудрые слова можно сказать и женщине. Женщины. Вообще, что такое мужчины и женщины? Есть коты и есть собаки. Когда собака на собаку поднимает хвост, то это обозначает, что собака атакует. И другая собака атакует первой. Поэтому, когда собаки друг с другом становятся, если они обе хвосты подняли, то все, начнут сейчас кусаться. А если поджали хвост, то все, тогда уже все хорошо. Но есть коты. У котов есть такая особенность. Кот очень сексуальное животное. И если коту нравится кот или кошка, они высоко поднимают хвост. Высоко, он у них как труба. Это говорит о том, что они хорошо относятся. Они влюблены. Когда кот поднимает хвост, он влюблен. Почему собаки ненавидят котов? Потому что, когда собака смотрит на кота, она не понимает, что это кот. Она думает, что это собака. Кот, поднимая хвост вверх, думая о том, что он обожает эту собаку, он маякует, ты, мой друг, такой же кот, иди мы друг с другом тут потремся мордочками. То собака думает, ах, сволочь, такое мелкое и такое брюшее на коротких лапах и стартует на меня. Сейчас я его, как его накажу. И все, из-за этого получается коты с собаками. Аналогичная ситуация у мужчин и женщин. Женщина в силу своего характера связана с тем, что она не атакует. Ей нечем атаковать. Нечем атаковать. Чем? Грудью или чем? Попой толкнуть. Как она может изнасиловать кого-то? Чем? Грудью. И она может наоборот, даже если женщина кричит, то что она говорит? Обними меня, поцелуй, извинись передо мной, я хорошее, я хочу нас обнять, сохранить и все остальное. Я нуждаюсь в теплоте, в доброте, обнимай меня. Мужчина в этот момент думает, что она доказывает и поднимает хвост. На самом деле она не поднимает хвост. На самом деле мужчина воспринимает, что она хвост поднимает. Вообще, совет, если мужчина кричит про молчите, я вам говорю это серьезно. Почему? Потому что мужчина включает, у мужчин выделяется тестостерон, адреналин, и они в какой-то момент не могут, ни в какую контролировать эмоции. Не могут, не способны. Если децибелы поднимаются, у женщины глаза вытаращиваются, то если мужчину зацепило, он начинает орать, притормозить невозможно, лучше замолчать. Потому что каждый следующий ваш вопль увеличивает тестостерон, а его тестостерон будет действием, в отличие от женского. Женщина может орать, потом не спать, ничего страшного. Мужчина может орать, потом бить, разрушать, стрелять, убивать, мстить, доставать, ненавидеть, долго искать, уничтожать, убивать. Оно вам надо? Подумайте сами. Оно вам надо? Знаете, как много семей распадается. А когда мужчина орет, он не понимает, почему тестостерон у мужчин. У мужчин тестостерон, потому что они воины. У мужчин громкий звук вызывает выделение тестостерона с адреналином и выделение огромного количества адреналина происходит. Они не могут контролировать в этот момент эмоции. Если они уже начинают орать, то поверьте мне, любое движение на встречу может спровоцировать там драку, вытарочные глаза, перевернутый стол, кинутую. Я не знаю, как это бывает на самом деле. Поэтому вот так. Мужчины тоже. То, что женщина орет, это не значит, что она стартует. Она наоборот вам маякует, обними меня, обними меня. Не надо включать в себе вот эту дурость. Просто обними меня. Женщины, кричите, говорите, да, я единственная, что я хочу, просто обними меня. Так все сложно. Так у этих людей все сложно. Если бы я был высшими силами, у людей никакого бы шанса не было существовать дальше. Никакого. Я шучу. Мне повезло. Людмила меняела. Меня прокляв. Так, вийшло. Меня прокляв человек сестри. Я готова с ним спілкуватися, хотя бы он не хочет. Будет между нами мир. Так, так будет. Покупайте бутылку виски Джек Дэниелс и палку сала. Он украинец. Если украинец, вопрос решен. Сало с чесноком. Идете и говорите. Да, все, что я говорила, было неправильно. Прости меня за это. Иди ко мне, я тебя поцелую. И все, и вопрос решается. С мужчинами легко. Да и с женщинами тоже. Как вообще поступать? Если кто-то обижается, приходите и говорите. Да, я действительно неправильно поступила. Тогда на что ты обижаешься? Не говорите, на что ты обижаешься. История может быть глупой и длинной. Говорите, да, действительно, я помню, как я тебя обидела. Прости меня за это. Я не хотел, и больше не буду. И все, у человека, это манипуляция двусторонняя. Получается, человек не сможет, из-за того, что вы рядом находитесь, из-за того, что он хороший, не сможет сказать нет. И ему легче простить. Все, эта манипуляция, она максимально легко производится. Максимально просто. В каком бы состоянии, вообще никогда ни на кого не обижаюсь, и вообще никто никогда на меня не обижается. Почему? Кто бы, если вижу, человек надутый, покажу, говорю, да, действительно, я поступил неправильно. Что я поступил? Там мне неинтересно даже, где я там, и как я поступил неправильно. Человек обращает внимание, я говорю, прости меня за это. Это вообще не знаю, нашло что-то на меню. Иди ко мне. И все, и вопрос, все, вопрос закрыт. И все, прости меня за это. Три слова. после этого говорят, как тебя люблю. Все вообще, так все усложняет. Ночами не спать. Вы так себя убиваете. Зачем вам это нужно? Так же жить тяжело. Так радости в жизни не замечаешь. Легче все решается. Ну что, и будем заканчивать. Я желаю всем успеха. Хороший у нас получился, к сожалению, не эзотерический такой, не эзотерический такой семинар, почему-то. Ну что ж. Сила вашей семьи заключена в слове семья. Если человек обожает мысленно и чувственно всех, кто находится в семье, то это увеличивает энергию в семье у детей. Ее хватает на все. В таких семьях, где человек обожает всех остальных, появляется энергия у детей. Где друг друга ненавидят, муж с женой, там, сказал, проклял, там, и там, не ищите виновных. Будьте ответственными за свою судьбу. Помогайте вашим детям, увеличивая ваше обожание к тем, кто находится рядом с вами. Правило корней. Чем больше любите корни, тем лучше дерево и на деревьях плоды. Вы поняли, да? Интимная жизнь всегда должна быть праздником для обоих. Сегодня я об этом сказал. Претензии друг к другу это тупик. Они приводят только к разрушению семьи. Тоже уже говорил. Женщина кричит, значит, хочет внимания любви. Мужчина кричит, тестостерон поднимает. Поэтому хочет разрушения. Поэтому женщине лучше промолчать для того, чтобы не было опасных ситуаций. Нет, женщина может замолчать. Но она может замолчать при своем мнении. Помните об этом. А мужчина не может замолчать ни при своем, ни при чужом. Не может. это как, знаете, голая женщина. У мужчины тестостерон поднимается, мозги отключаются. Все. Ничего невозможно сделать. Особенно если там 17, 18, 20, 30. У некоторых 40, а у некоторых даже 50. Увидел голую женщину, все. Ничего не может сделать. Слюни потекли, мозги вытекли, и все. И ничего сделать нельзя. Точно так же во время стрессовых ситуаций. Вот считайте, что точно так же. Триггеры работают. Невозможно мужчине. Женщина может. Но она может замолчать при своих интересах. Со своими интересами, со своим мнением. Может замолчать. Так вот, замолчать со своим мнением и интересом, это уже победа. Просто помните об этом. А добиваться с криком и пеной у рта никогда не победите, мужчина. Только врага наживете. Ничего нет более эффективного в процессе раздражения на близкого человека, чем метод тотального принятия всего, что делает и когда-либо может сделать этот человек. Я сегодня об этом сказал. Чем больше человек злится, тем хуже в его жизни будут ситуации. Всегда старайтесь находить проявление доброты. Да. Желать человеку смерти или даже мысли на горе, это ментально убивать человека. За это наказывают, и это очень плохо. Всегда развивайте эмоции и любовь к близким, любовь безвозмездная, а эмоция кратковременная. Не поддавайтесь эмоциям в тот момент, когда нужно принимать какое-либо решение. Женщина корона своего мужа. Это и власть и так далее. Также всегда помните, что женщина может быть еще и не короной, а короной шута. Поэтому женщина всегда должна иметь или выражать достоинство. Она должна создавать в процессе общения уважение, грамотность. Она лицо, а мужчина уже все остальное. Женщина попа, а мужчина тыл. Женщина попа теплая, а мужчина это фейс или передняя часть. И мужчина это тот, кто может добыть, принести. Это буква М. Пики, две пики такие, знаете, в одной руке и в другой. Две пики. Буква М. А женщина это большая попа, теплая, хорошая. Что можно сделать с попой? Об нее можно греться, к ней можно притулиться, она может согреть, она может обнять, понимаете, защитить где-то, дать возможность успокоиться. О пике. О пике все время в бой, все время в бой, понимаете. Поэтому женщина, она создает как раз элемент такой, который визуально, вот как, какие женщины нравятся мужчины. Когда рядом с женщиной мужчине хочется прижаться, когда женщина проявляет ласку, когда женщина такая мягкая, теплая, романтичная, розовощокая, недерганная, о каких обычно видят. Видят дерганных под 351 чашкой кофе, худеющих, нервных, там, я ордена Ленина, а я еще вот это, а я вот это, то тебе надо наоборот быть, а я так умею, ой, какой ты молодец, ай, ты какой там, погладить себя волосики, там, как-то, знаете, если мужчина нравится. Ой, и щечки у тебя красивые, такие, а ты вообще сильный? Как-нибудь покажешь мне свою силу? Ну, так надо, наивной быть, теплой, хороший такой, не материться, это все гарантия 100% того, что этот мужчина ваш. Я бы мог прочитать семинары по пикапу мужчин вот так, щелчком пальца. На улицу выходите, выбираете жертву через 3 минуты, обожает вас будет, бросит всех и женится только на вас. Мужчины такие, нет, мужчины сложные, женщины примитивные, нет, женщины тоже сложные. Если человек не помогает самым родным своим детям и родителям, такой человек должен знать, что Бог ему тоже не будет помогать. вспомнил, вспомнил сейчас Винницу, выходил я в Винницу, одевал самую красивую рубашку, такую, главное, чтобы все было чисто. Брился, расчесывал, я лысый был тогда, не расчесывался, покупал чашку кофе, и вот сидит там какая-нибудь женщина, которая мне нравится, или проходит мимо какая-нибудь девушка, которая нравится. Я всегда говорил, ох, девушка, и она останавливалась, говорит, что такое? Я говорил, мои глаза никогда не видели такой красивой красоты, как вы, вы потрясающая женщина, богиня. И все, она уходила, смеялась, говорила спасибо. Потом, возвращаясь назад, я говорил, и снова здрасте. Я говорю, давайте ко мне, я вас угощу, кофе мы лечаем. Нашел себе 100 человек, знаете, каждую неделю выходил, сидел. Нет, не обязательно было кого-то тянуть в постели, это не было задачей, зато было очень много знакомых. Понимаете, мужчине иметь много знакомых женщин, это уже быть счастливым человеком. Почему? Женщины всегда накормят, понимаете, а мне холостому мужчине. Если есть женщина, значит, есть семья, потому что мужчина может из семьи уехать и никого не помнить. А если женщина, то там есть семья, есть родители, а у родителей в Украине есть сало, мясо, хлеб, и ей 100% что-то помогают. Ну все, вопрос решен. Ладно, я шучу. Человек привык делиться своими проблемами в жизни. Если вы так делаете, то не забывайте делиться и своими успехами. Правильно. Самый простой метод доказать дураку, что он дурак, это просто ничего не доказывать. Он все равно не поймет. Почему? Ну, так он же дурак. Цель негативных воспоминаний заключается в том, чтобы мы более всего радовались нынешними своими достижениями. Поэтому, если вы о чем-то плохом вспоминаете, для того, чтобы у вас счастья в жизни было, начинайте вспоминать только о хорошем. это является ключом для будущих прекрасных событий в вашей жизни. Я желаю всем счастья. На этом наш вебинар закончен. До свидания. Продолжение следует...